Интернет-ретейлер JD.ru представляет акцию «Горячие пирожки по средам». Только по средам на JD.ru смартфоны со скидками до 50%, а также эксклюзивная витрина товаров по доллару. Например, мини-подставка для телефона, кожаный чехол или мини-адаптер всего за 1 доллар. Подробности в описании. Привет, друзья! Вы на androidinsider.ru и сегодня мы поговорим о линейке DOOGEE X5. У нас в руках представитель, старший представитель этой самой линейки. Но мы поговорим сразу обо всех устройствах, потому что практически ничем они не отличаются. Итак, поехали! Итак, у меня в руках DOOGEE X5 PRO. В принципе, ничем от всех остальных моделей в линейке X5, кроме характеристик, он не отличается. Поэтому мы сможем захватить с вами практически все устройства из этой линейки. Почему мы решили о нем поговорить? Потому что на том же JD.ru в эту пятницу средняя модель, просто модель X5, будет продаваться всего по 45 долларов. 45 долларов для смартфона с 5-дюймовым HD-дисплеем. Кстати, очень неплохой IPS-матрицей. Мы вот как раз сейчас можем наблюдать за тем, что экран у этого устройства действительно очень неплохой. Для его диагонали, для его цены, для его характеристик это действительно очень здорово. Дисплей яркий и, в принципе, нареканий к нему как раз даже в ярких условиях освещения нет. Что касается характеристик, то X5 PRO это самая продвинутая модель в линейке. В ней установлен MT6735. Это медиатековский процессор. Да, четырехъядерный. Да, не с самой первой свежести. Но, тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на то, что в бенчмарках он выдает те же 20 тысяч баллов в Antutu, но вот эти вот все попугаи, которые являются абсолютно синтетическими показателями, они ничем особым, если честно, не выделяются. Гораздо интереснее смотреть на то, как это устройство ведет себя именно в повседневной жизни, потому что сложно назвать устройство и за 100 долларов, вот такую старшую модель X5 PRO, и среднюю модель X5 игровыми решениями, несмотря на то, что игры на них, в принципе, идут. Но, тем не менее, сам гаджет в повседневной деятельности, быстродействием, в общем-то, отличается действительно в лучшую сторону. Мы встречали гораздо худших представителей данного ценового сегмента. Итак, я уже сказал, основные характеристики данного смартфона это DOOGEE X5 PRO. DOOGEE X5 отличается от него центральным процессором. Там установлен Mediatek 6580 и всего лишь гигабайт оперативной памяти, что, впрочем, даже в ряде современных автоматически подстраивающихся игрушек практически ничего не значит. Допустим, если я возьму и забыщу сейчас на DOOGEE X5 PRO Asphalt, в принципе, примерно те же показатели, ту же скорость обработки графической информации, он будет демонстрировать и в случае, если мы будем говорить о DOOGEE X5 PRO просто без этой самой приставочки PRO. Итак, вот в Asphalt я, допустим, нажимаю Play. Сейчас мы просто посмотрим, как выглядят те или иные какие-то артефакты, может быть, ну и традиционные блики и прочие радости гоночной жизни. Мы устанавливали сюда и Need for Speed No Limits, и, в принципе, идут они здесь, все эти игры, ну, на уровне очень-очень-очень средних традиционных китайских устройств. Тем не менее, если вдруг захочется поиграть в какие-то более-менее современные игры, это сделать, ну, в принципе, будет можно. Единственное, придется слегка придушить те самые настройки графики, которые мы так любим задирать вверх, то есть разрешение будет явно не максимальным. Но, тем не менее, данный смартфон пригоден даже для таких задач. Итак, видно, что при максимальных практически настройках, которые только можно, у нас, да, есть блики, есть капли, есть много других интересных вещей, но, тем не менее, сама графика, конечно, потормаживает очень и очень основательно, хотя процессор в связке с видеокартой, в данном случае, Mali-T720 или Mali-T400, которые установлены в дуге X5, будет стараться все-таки отрисовать все эти самые отражения, блики и прочие элементы. Но у нас стояли высокие настройки, настройки High, то есть если мы поставим те же настройки, например, Low, для того, чтобы мы могли поиграть хотя бы с каким-то, ну, не то чтобы минимальным комфортом, но, тем не менее, чтобы этот самый комфорт присутствовал в этой самой игре, потому что брать смартфон для многих подобной ценовой категории, это и 45 баксов на распродажу дуги X5, и дуги X5 Pro за 100 баксов, это, в принципе, возможно для кого-то становится решением для ребенка, с учетом того, что дисплей, этот самый дисплей в данном смартфоне, как я уже сказал, он не выедает глаза, у него не совершенно безумное какое-то разрешение 800 на 480 при такой диагонали, и при этом сама графика отрабатывает на удивление очень и очень неплохо. Итак, мы понизили настройки графики в Asphalt 8, и мы теперь можем еще раз принять участие в заезде. Итак, вот мы понизили графические настройки, и, в принципе, здесь уже видно, что разрешение, да, стало похуже, цвета стали, ну, и картинка вообще стала не такой уж и реалистичной, но, тем не менее, стоит отметить, что вообще в целом игра прибавила, так скажем, играбельности в геймплее, просто потому что у нас нет совершенно непонятных, совершенно неожиданных тормозов, и даже при авариях, если там, когда мы столкнулись с автобусом, был какой-то совершенно непонятный глюк, то здесь, и при учете даже сохранения капель дождя, я думаю, кстати, они пропадут, то здесь мы имеем, в принципе, очень и очень играбельную картинку, и, в принципе, этим уже можно начинать пользоваться. Ну, и, собственно говоря, вот еще одна из тех игр, которые мы еще последнее время используем в качестве тестовых неких полигонов, это традиционный наш Unkilled, и, в принципе, здесь тоже все зависит именно от того, какую графику, какие графические настройки вы установили, соответственно, точно так же все это будет работать и на младшей модели, то есть на том же самом X5, который работает на MT6580, ну, единственный там гигабайт оператива, от которого, с другой стороны, в принципе, практически ничего в последнее время и не зависит, то есть процессор, да, слегка обновили, он может быть слегка медленный, но новый чип, он все-таки стал и дешевле, и слегка экономнее, тем не менее, старый чип по этим параметрам тоже, в общем-то, в своей ценовой категории действительно выступал очень и очень неплохо. Что касается камеры, в принципе, на самом деле, DOOG X5 и X5 Pro по этому параметру не отличается, единственное, в X5 Pro этот самый модуль камеры, который заявлен как 8-мегапиксельный, является таким же 5-мегапиксельным, как и в X5, но, соответственно, достигается все дополнительное решение программной интерполяции. Для кого-то это может показаться достаточно странным решением, кому-то эта характеристика, этого качества может хватить, но, на самом деле, камера снимает, если скажу средне, то это я точно не совру, но, на самом деле, качество, конечно, чуть несколько, скажем так, ниже среднего, несмотря на то, что я снизил разрешение сейчас до 5-ми мегапикселей, но, тем не менее, фокусировка на близких объектах срабатывает далеко не всегда, и заметен некий пересвет. Впрочем, в данной ценовой категории смартфоны с такими камерами, ну, это, в принципе, самая настоящая обыденность. Единственное, что понравилось, это, пожалуй, селфи-камера, она чуть ли не лучше, чем во многих других подобных устройствах, и чуть ли не лучше, чем основная, то есть, если я делаю селфи, то я прекрасно знаю, как будет выглядеть эта фотография, и это здорово по качеству снимков, вот, да, единственная стрижка, конечно, меня подводит, но, тем не менее, по качеству снимков кадры получаются очень неплохими, то есть, здесь никаких нареканий, ну, за исключением, пожалуй, разрешения, потому что 2 мегапикселя программной интерполяции до 5, здесь нареканий никаких быть не может. Да и вообще, в целом, к данному аппарату, ну, за исключением, конечно, покрытия олеофобного, которое отпечатки собирать любит, но, на самом деле, устраняются эти отпечатки довольно легко и просто, то есть, вот, несколько движений, и, в принципе, сами отпечатки уже не портят картинку, то есть, смартфоном снова можно продолжать пользоваться, все основные приложения, которые можно было бы представить в реальной жизни, использовать можно прекрасно, браузер, в том числе встроенный, работает очень-очень неплохо, приложения все гугловые есть, так что, в принципе, сама линейка DOOGEE X5 в качестве такого, некого, может быть, первого смартфона, может быть, еще как-то, выглядит действительно достойно, с учетом того, что старшая модель может быть дороговата, это 100 долларов все-таки, как-никак, а вот тот самый DOOGEE X5, который стоит на распродажной от JD.RU в черную пятницу 45-46 долларов, это вариант действительно очень и очень интересный, так что, если нужен именно такой смартфон, то присмотреться к нему определенно стоит. Ну, на этом у нас все, это был AndroidInsider.ru, спасибо за внимание, оставайтесь с нами, пока! Субтитры сделал DimaTorzok